Остается только добавить, что по оценкам ученых, большая часть золота инков и ацтеков по-прежнему находится под водой. Вполне возможно, что там покоится и знаменитая реликвия ацтекского императора Монте-Сумы, ожерелье из пяти огромных изумрудов, на которых, как утверждают летописи, боги, спустившиеся с небес, оставили таинственную надпись. Ее расшифровка, как полагают ученые, способна пролить свет на тайну происхождения великих ацтеков, а может быть и всей человеческой цивилизации. Почему астрофизики утверждают, что планеты и галактики – это живые разумные существа? Что чувствуют наши космические соседи? Солнце, Венера и Марс? И на что обижается наша Земля? Об этом в научно-популярном расследовании планета хочет любить. Зачем вот уже несколько тысячелетий люди пытаются отыскать Атлантиду? И почему эти поиски каждый раз оказываются неудачными? Где находится загадочная Атлантида? И правда ли, что представители этой загадочной цивилизации были не только благороднее и добрее, но и намного умнее всех нас? Документально-историческое расследование «Найти Атлантиду». Почему за последнее столетие на Землю не упал ни один метеорит, который мог бы угрожать жизни человечества? Почему ядерное облако во время аварии на японской атомной станции «Фукусима» внезапно остановилось именно в тот момент, когда катастрофа могла принять планетарный масштаб? И почему кометы, несущиеся навстречу Земле против всяких законов физики, вдруг меняют траекторию и обходят нашу планету стороной? Некоторые ученые полагают, что у нашей планеты есть свой межгалактический ангел-хранитель. Одни считают, что это неизвестные науке космический закон сохранения жизни, другие в таком альтруизме подозревают инопланетные цивилизации. Кто охраняет нашу планету в космосе, об этом в проекте «Космические спасатели» прямо сейчас. 24 марта 1993 года. Сотрудники Паломарской обсерватории в Калифорнии сделали невероятное открытие. Ученые обнаружили, что к нашей Земле на огромной скорости несется гигантская комета. По расчетным данным, уже через 150 лет она должна была достигнуть Земли и уничтожить на планете все живое. Но случилось невероятное. Когда комета приблизилась к Юпитеру, какая-то неизвестная сила как будто бы сбила ее с курса. Комета врезалась в Юпитер и разлетелась на куски. Что полностью противоречит законам известной нам физики. По расчетам ученых, проходя мимо Юпитера, вскользь по краю его гравитационного поля, она должна была получить ускорение и направиться в сторону Земли. Упади эта комета на нашу Землю, она разрушила бы буквально все. Это обернулось бы настоящей катастрофой планетарного масштаба. Ведь даже Юпитер, который в 317 раз тяжелее Земли, чуть не сошел со своей орбиты от бомбардировки обломками этой кометы. Мало того, эти осколки оставили в атмосфере Юпитера огромные пятна, отлично видимые в телескопы и сейчас, спустя 10 лет после столкновения. Некоторые из них по размеру больше всей нашей планеты. Ученые подсчитали, если бы комета врезалась в Землю, мощность удара равнялась бы взрыву 500-мегатонной ядерной бомбы. Такой взрыв просто разорвал бы нашу планету на мелкие куски. Почему огромная комета так и не достигла Земли? Почему она, нарушая законы физики, изменила свой курс? Что это? Случайность? Совпадение? Или землянам просто повезло? Многие исследователи уверены, все дело в том, что за нами следят и очень хотят помочь человечеству выжить. 11 марта 2011 года в 70 километрах от восточного побережья японского острова Хонсю происходит землетрясение мощностью 9 баллов по шкале Рихтера. Сильнейшее за всю историю Японии. Центр этого разрушительного подземного толчка находится в Тихом океане, на глубине 32 километра ниже уровня моря. Поэтому он вызвал мощнейшее цунами. Огромной волне потребовалось всего 10 минут, чтобы дойти до крупнейшего в архипелаге острова Хонсю. Многие японские прибрежные города просто смыло с лица земли. Но самое страшное произошло на следующий день, 12 марта. Утром в 6 часов 36 минут взорвался первый реактор атомной электростанции «Фукусима». Началась утечка радиации. Уже в этот день в эпицентре взрыва предельно допустимый уровень загрязнения был превышен в 100 тысяч раз. На следующий день трагедия кажется и вовсе необратимой. Взрывается второй блок. Биологи и радиологи уверены, после таких огромных утечек зараженным должен оказаться чуть ли не весь земной шар. Ведь уже 19 марта, всего через неделю после первого взрыва, первая волна радиации достигла берегов США. И по прогнозам, радиационные облака должны были накрыть территорию Америки, а потом двинуться дальше. Но этого не произошло. Многие в тот момент поверили, катастрофы всемирного масштаба удалось избежать только благодаря вмешательству каких-то нечеловеческих, а точнее сказать, внеземных сил. Те, кто выше нас по разуму, они ведут очень четкий отбор, но они и помогают нам, как настоящие учителя. Нет никаких агрессивных с их стороны действий по отношению к человеческой цивилизации. Только направление, только жесткий контроль. То есть было специально направлено понижение радиации, иначе катастрофа была бы очень большой, не такой, как сейчас мы ее пожинаем. Эта версия звучит как фантастика, как сказка. Но если проследить количество аномальных явлений, которые в те дни наблюдали жители Японии, можно сделать поразительный вывод. Количество увиденных НЛО было больше, чем за последние полгода по всему миру. Сотни японцев сфотографировали и сняли на видео неопознанные светящиеся объекты в небе. Вот одна из таких удивительных видеозаписей. Она сделана жителями города Акунама, именно там расположена АЭС Фокусима, 16 марта. То есть через два дня после того, как реакторы станции перестали взрываться. На кадрах любительской съемки отчетливо видно целую группу огней, не меньше десятка. Рисунок, сложенный из них в небе, практически неизменен. Можно заметить, лишь как они синхронно перемещаются в пространстве. Когда начинаются сильнейшие планетарные какие-то катастрофы, вулканы, землетрясения, наводнения и так далее, возникает, появляется НЛО. Причем Фокусимское НЛО на самом деле фиксировалось не один раз, а несколько. И в обоих случаях это были групповые такие полеты. Вот и другая любительская съемка. Она сделана спустя 15 дней после аварии на Фокусиме. На ней видна целая флотилия огней, которые движутся сначала над побережьем, а потом подлетают вплотную к разрушенным энергоблокам и зависают над ними. Исследователи абсолютно уверены, радиационное облако неожиданно для экологов и вопреки прогнозам синоптиков рассеялось лишь благодаря деятельности этих странных объектов в небе. Одна серия мне просто поразила, потому что в других случаях можно было бы скептикам сказать, что это фонарики китайские летают. Или запустили какие-то воздушные шары с аппаратурой, которые ведут замер радиации и так далее, потому что они так медленно перемещаются в такой большой стае. А вот один сюжет, когда НЛО летят точным горизонтальным строем с равными промежутками между, значит, объектами, причем их там штук 12, наверное, а потом из этого строя, как по команде, две или три штуки выделяются, пикируют вниз, а потом обратно там пристраиваются, ну, это, ну, как-то напоминает маневр, так сказать, какой-нибудь эскадриль. Конечно, это всего лишь версия. И людей, которые высказывают подобные предположения, можно обвинить в том, что у них слишком разыгралась фантазия. Тех же, кто видел НЛО, отнести к людям с расшатавшимися нервами, склонных время от времени свои галлюцинации и видения выдавать за НЛО. Но, если вдуматься, то возникает много вопросов. Например, почему за последнее столетие в Землю не врезался ни один крупный астероид или метеорит. Последнее серьезное столкновение произошло в 1908 году. Тогда на территорию России, вблизи реки под Каменная Тунгуска, упал огромный метеорит. Судя по оставшимся на поверхности планеты повреждениям, этот взрыв соответствовал 40-мегатоннам тротилового эквивалента. При этом космический камень не нанес почти никакого вреда. Он упал в глухом районе Сибири. А если бы он упал километров на 100 южнее, то смог бы спровоцировать сильнейшее землетрясение. Ведь тогда его взрыв произошел бы недалеко от границы сибирской платформы. И это неизбежно привело бы к повышению сейсмической активности. Сибирь накрыла бы землетрясениями не меньше 7 баллов. Получается, нам снова повезло. Или все-таки нас кто-то спасает? Фактор того, что что-то летает в небе, он присутствовал и в Шумере, и в Египте, и в культурах Америки Южной, Центральной, Северной. И вообще у большинства народов мира. Космические силы за нами наблюдают. И, наверное, все-таки нас берегут от каких-то катаклизмов сильных там, или там от самих себя на протяжении всей истории. Уже после Тунгусского нас могли убить еще сотни метеоритов и обломков астероидов. Но все они почему-то обошли нас стороной. Например, 29 сентября 2004 года крупный астероид прошел мимо Земли на расстоянии всего 6 тысяч километров. В масштабах космоса это просто ничтожное расстояние. Окажись он хоть немного ближе, его затянуло бы в атмосферу Земли, где он разогрелся бы до невероятной температуры и превратился бы в громадный пылающий снаряд. Такого камня хватило бы, чтобы стереть любой из континентов нашей планеты. Спустя 5 лет, 2 марта 2009 года, мимо Земли на опасном расстоянии над Землей пролетел еще один огромный астероид. Размеры этого астероида были невелики, примерно 35 метров. Как рассчитали ученые, от этого астероида под номером DD-45 упади он на Землю, остались бы повреждения, как от Тунгусского метеорита. Единственное, что приземлиться он собирался, в Париже. Случись это, центр Парижа заменила бы огромная воронка. Но на расстоянии 90-80 тысяч километров от нашей орбиты небесный камень DD-45 неожиданно для астрономов начал менять свою траекторию. Париж уцелел. В сравнении с этим камнем Земля движется очень медленно, и этот астероид буквально пронесся вот так мимо нас. Скорость сотни тысяч километров в час. Если бы он врезался, это просто убийственно. Чуть раньше, 3 июля 2006-го, астрономы снова опасались наступления апокалипсиса. Давно наблюдаемый учеными и классифицированный как потенциально опасный астероид XP-14 тоже сошел с курса, который вел ровно к Земле. Расстояние 432 километра, 900-метровая глыба ушла в космос. Ученые утверждают, этот список можно продолжать еще и еще. Ведь приблизительно раз в два года Земля оказывается под прицелом крупных небесных тел и их осколков. При помощи мощных телескопов мы можем увидеть крупные астероиды, да, но при помощи нынешней техники мы никак не можем на них воздействовать. Человек лишь шлет сигналы в космос и наблюдает. Просто невероятно, что Земля, даже по теории вероятностей, до сих пор так и не столкнулась ни с одним из таких космических камней. И это не просто поражает. Это заставляет поверить в то, что кто-то таинственный действительно может следить за нами и оберегать нашу маленькую и беззащитную планету. Но если это и так, то кто это может быть? И где могут жить эти космические спасатели? Астрофизики предполагают, что, возможно, где-то совсем недалеко от нас. За прошедшие 10 лет мы открыли невероятное количество планет вне Солнечной системы. Некоторые даже как-то подозрительно похожи на Землю. Там, предположительно, есть лед, вода, другие вещества. То есть эти планеты вообще могут свести. Но вдруг мы получаем новую информацию. Очевидно, что в ближайшие 10 лет мы найдем планеты с жизнью на них. Конечно, пока мы можем лишь обнаружить их при помощи радиотелескопов или услышав отраженные радиосигналы. 7 марта 2009 года агентством НАСА в космос был запущен телескоп Кеплер. Первый космический аппарат, созданный специально для того, чтобы искать в открытом космосе за пределами Солнечной системы экзопланеты. Он оснащен сверхчувствительным фотометром и одновременно может наблюдать яркость более чем 100 тысяч звезд нашей галактики. Кеплер фиксирует поведение этих звезд и планет, которые обращаются вокруг них. И после специальных расчетов специалисты делают выводы. Возможно ли жизнь на тех или иных планетах, попавших в поле зрения этого телескопа. Если светимость звезды уменьшается на какой-то там процент, ну, например, на один, это я так грубо говорю, и причем это происходит с определенной регулярностью, ну, например, раз в год, то ученые говорят, этот диск звезды закрыла некое тело, наверное, планету, и, наверное, она это сделала раз в год, то есть она обращается вокруг этой звезды с периодом в один год. Вот средства, при помощи которых открываются так называемые экзопланеты. Совершенно невероятно, но всего за 3,5 года работы Кеплер нашел более 33 подтвержденно обитаемых планеты и более 2300, где наличие жизни не подтверждено на 100%. Все они находятся в созвездиях Лебедя, Лиры и Дракона на расстоянии от 200 до 7000 световых лет от Земли. Только в Солнечной системе, где не 40 планет, а всего-то 8, и то тут целых 4 планеты относятся к земной группе. При этом, по мнению американских астрономов, более 500 миллионов планет только в нашей галактике могут быть пригодны для жизни. В связи с чем астрономы и примкнувшие к ним математики настаивают. Только в Млечном пути это и есть наша галактика просто обязаны существовать тысячи, а то и десятки тысяч развитых инопланетных цивилизаций. Если раньше таких исследователей относили не к серьезным ученым, а к сочинителям и фантастам, то сегодня не только наука, но и религия не отрицает, что в космосе может существовать разумная жизнь. Так католические священники не отрицают возможности контактов с инопланетным разумом. Мало того, они даже сами готовы выйти на связь с космическими существами. Католическая церковь создает, Ватикан создает отряды миссионеров и тренирует их, чтобы они обращали в истинную веру представителей иных цивилизаций. Первым эту сенсационную новость в декабре 2011 года сообщил главный католический астроном, куратор Ватиканской обсерватории Гай Консальманьо. По словам этого священника, теперь католическая церковь тоже занимается астробиологией, другими словами, ищет соседей по Вселенной. При этом Ватикан твердо уверен, рано или поздно контакт состоится. Такая уверенность священников говорит лишь об одном. Космические абоненты, способные принять наши послания, действительно есть. У нас есть ученые, исследователи, и когда мне поручили руководить проектом, единственное, что поручило мне руководство, делай исследование качественно. И весь мир теперь знает, церковь может серьезно заниматься наукой, быть ученым нисколько не противоречит религии. Вряд ли одна из самых крупных и авторитетных церквей мира стала бы тратить время и деньги на заведомо провальные проекты. И, быть может, совсем скоро мы услышим сенсационную новость о том, что католические астробиологи вышли с кем-то на связь. Новое время. Этот мир заставляет церковь поддерживать науку. Поэтому мы открыли астрономическую обсерваторию. Это же не для коммерческого использования, лишь только для научных исследований и для того, чтобы, наконец, связаться с внеземными братьями. Мы как бы говорим миру, мы знаем ценность науки и готовы вкладываться в нее. Однако скептики возражают. Никого, кроме нас, по крайней мере, в обозримом пространстве нет. Основным аргументом таких исследователей является знаменитый парадокс Ферми. По легенде, еще в 1950 году этот американский физик, лауреат Нобелевской премии Энрика Ферми, беседовал со своими коллегами, которые доказывали, что кроме землян в космосе есть огромное количество разумных существ. Ферми в ответ задал всего лишь один вопрос. Ну и где же они? Ответить на это оппонентам было нечего. Действительно, логично предполагать, что если так называемые братья по разуму существуют, они могли бы вступить с нами в прямой контакт. Почему этого до сих пор не произошло? Почему они сейчас не могут сесть вот так вот с нами пообщаться? Потому что цивилизация наша стала на тот уровень техногенного развития, когда мы можем просто уничтожить наших собратьев по разуму, не разобравшись, зачем они прилетели. Кроме такого предположения, исследователи выдвигали еще не меньше десятка версий, объясняющих, почему мы до сих пор с инопланетянами не обмениваемся электронными письмами и СМС. А вот инопланетяне говорят, что у нас уровень интеллекта всего 2%. То есть мы малоумные. Поэтому с нами прямой связи все равно никакой не происходит без толку. Мы их не поймем. Мы можем на них посмотреть, а когда мы на них посмотрим и увидим их силу, мы начнем поклоняться. Но большая часть экспертов считает, что мы просто не способны друг друга понять из-за слишком разных путей развития. Их методы коммуникации слишком отличаются от наших. Вполне возможно, даже, что само их существование протекает по иным законам. Например, они не имеют физического тела в принципе, а живут как энергетическое поле. Человечество, способное лишь к коммуникациям на уровне образов, выраженных словами, просто не умеет общаться так же. Это мы так привыкли считать космическими разумными силами только разумных существ типа нас, живущих на планете типа нашей, потому что иначе мы их просто не поймем, если они другие. На самом деле жизнь космическая, это отмечали великие мыслители и Циолковский какой-нибудь, и там это Вернацкий и так далее, она в полевом виде может быть представлена, и там, допустим, в вакууме существовать, или в каких-то других частотах, мы просто их не видим, не ощущаем, не замечаем. Какая из этих версий верна, не так уж и важно. Гораздо важнее другое. Если внимательно проанализировать статистику аномалии, то выяснится. Каждый раз, когда у человечества возникали проблемы, каждый раз, когда оно должно было исчезнуть с лица Земли, в эпицентрах катастроф и аварий, в самых опасных местах являлись загадочные светящиеся огни. В ночь с 20 на 21 марта 2010 года началось извержение вулкана близ ледника Ияв-Яд-Якюдль в Исландии. Этот вулкан настолько мал, что даже не имеет собственного названия и называется по имени покрывающего его ледника. Никто не ожидал, что этот карлик сможет доставить столько проблем. Первым и как потом оказалось самым безвредным последствием стал выброс облака вулканического пепла. Из-за этого авиасообщение всей северной части Европы было нарушено. Но главные трудности начались чуть позже. Из-за бурлящего вулкана начал разламываться ледник. Трещины длиной от 300 метров до километра грозили сходом снега. При этом происходило медленное таяние самого ледника. Но самое страшное после повторного извержения через три недели температура окружающей среды настолько повысилась, что привела к таянию рек, расположенных поблизости. Их уровень повысился на метр. Из-за угрозы наводнения началась эвакуация жителей южных территорий страны. Вулкан на юге Исландии продолжает извергаться и сотни жителей уже покинули свои дома. Пока никто не знает, когда им удастся вернуться. Авиакомпания работает в экстренном режиме из-за дыма и наплыва пассажиров. Но несколько сотен пассажиров все-таки смогли прибыть в Эдинбург этой ночью. Сейсмографы ежедневно фиксировали все новые подземные толчки в зоне бедствия. Они были несильными. От двух до четырех баллов Но именно такой сценарий был уже очень хорошо знаком геологам, изучающих сейсмическую активность в этом районе. Они заявили Европа стоит на грани небывалого бедствия. И я, Фядья Кюдль, вот-вот должен разбудить расположенный в 20 километрах от него подледный вулкан Катла. Именно так случалось до этого. Предыдущие извержения этого маленького вулкана всегда предшествовали извержением Катла, огромного и более активного. Если бы это произошло на этот раз, последствия были бы непоправимыми. Катла извергался несколько раз за последнюю тысячу лет. Причем каждый раз это происходило после извержения Эйфиатла и Кюдля. Только вот сила извержения была минимум в три раза больше. Высота вулкана Катла 1512 метров, а диаметр его кратера 10 километров. Даже при слабой активности горячая магма имеет такую поверхность, что неизбежно нагревает атмосферу на несколько градусов. В 2010 же году геофизики ждали более мощного извержения, чем в 1918 году. Тогда Катла просыпался в прошлый раз. И его извержение тогда было признано самым мощным в 20 веке. Многие дни небо оставалось черным от пепла, а немыслимые объемы воды от растаявших ледников сносили снег с гор и утаскивали их в океан, превращая в айсберги. По объему это наводнение было сравнимо с бассейном всех крупнейших мировых рек вместе взятых. А выбросы пепла в таком количестве внесли изменения в состав атмосферы. Она стала более плотной. Солнечные лучи практически не доходили до поверхности Земли, особенно на севере Европы. Это привело к похолоданию и гибели урожаев на половине планеты. Прогноз развития событий в 2010 году был просто шокирующим. По нашим прогнозам извержение Катлы в 2010 году было бы в несколько раз сильнее по индексу вулканической взрывоопасности, чем извержение соседнего с ним вулкана. И примерно в 6 раз сильнее, чем извержение Катлы в 1918 году. Если бы это случилось, юго-восточную часть страны смыла бы потоком по объему в два раза превышающим расход воды в самом широком месте Амазонки около 400 тысяч кубических метров в секунду. Прибрежные страны в северо-западной Европе также оказались бы затоплены. 16 апреля высота столба пепла достигла абсолютного рекорда 13 километров. Пепел начал попадать в стратосферу и разноситься по всей планете. Он достиг даже приволжских районов России. Жители Исландских островов в спешке начали готовиться к эвакуации. Казалось, катастрофы не избежать. И вдруг происходит совершенно неожиданное чудо. 18 апреля столб дыма и пепла внезапно становится почти в половину ниже. С 13 он уменьшается до 8 тысяч метров. Удивительно, но именно в этот день, когда это случилось, очевидцы зафиксировали над грозным вулканом странные светящиеся огни. Посмотрите на эти фотографии. На них виден объект, парящий около столба пепла. Когда извергался исландский вулкан этот огромный, там тоже был зафиксирован на ЛО. Ну, такой он одиночный был, летал, так сказать, недолго, один раз там появился. Тоже как-то про это особенно говорили, потому что все были озадачены тем, как улететь в Европу, потому что самолеты из-за пепла не летают и так далее. А на этих кадрах отчетливо виден объект, парящий прямо над жерлом, на высоте примерно 2 километра. Он был снят утром 16 апреля 2010 года. Получается что момент появления странных объектов в небе и спад активности бушующего вулкана совпал. Многие исследователи расценили эти кадры как доказательство того, что в отмене катастрофы могли сыграть свою роль НЛО. Сказать, связаны ли эти события напрямую невозможно, но уже через 2 дня вулкан почти стих. Это лишний раз подтвердило, если так можно выразиться, правило без исключений, что при каждых крупных событиях на Земле, при которых выделяется большое количество энергии или может выделиться большое количество энергии, появляются неопознанные летающие объекты. Как говорят исследователи, таких примеров участия неопознанных объектов огромное множество. Что это? Неизвестные науки физические явления? Подделки шутников и мистификаторов? А может действительно инопланетные корабли? Вдруг кто-то действительно заботится о нас и всеми силами прикрывает от техногенных, природных и космических катастроф? Те цивилизации, которые нас обошли технологически, безусловно, являются более гуманными, ну, в нашей терминологии гуманными, продвинутыми, духовными, добрыми и так далее, а иначе они сами себя будут не сужить. Они не доросли бы до уровня, когда можно осваивать просторы космоса, времени и так далее. Недавно ученые получили косвенное подтверждение этой гипотезы. В августе 2004 года российская исследовательская экспедиция во главе с Юрием Лавбиным вела работы на реке под каменной Тунгусской на месте падения Тунгусского метеорита. Геологам удалось обнаружить совершенно невероятный артефакт. Несколько кусочков странного сплава. Некоторые из металлов этого сплава так и не были идентифицированы. Повторные анализы тоже не принесли результат. Часть компонентов не была похожа ни на один из химических элементов, встречающихся на Земле. Причем найденные куски, оказалось, обладают просто невероятными физическими свойствами. По прочности этот сплав лишь немногим уступал Титану по тугоплавкости и твердости он превосходил Вольфрам. При этом он был очень легким. Настолько, что большой самолет, сделанный из него, мог бы поднять любой человек. Когда бывают катастрофы этих объектов не так часто, то когда наши исследователи начинают изучать материалы, из которых сделаны эти объекты, оказывается, что это сплавы, которые невозможно сделать на Земле. Это иные способы, иные технологии, которых нет на Земле. Откуда появились эти удивительные кусочки под слоем мха и растительности в Сибири? Предположение о том, что сплав получился сам собой в результате взрыва на месте падения Тунгусского метеорита, было отвергнуто. Ведь никогда ни в одной точке мира на местах падения метеоритов не было обнаружено ничего подобного. Если подумать, где мог бы применяться этот сплав, то на ум приходит фантастическая версия. Такой сплав мог бы защищать космические корабли, то есть использоваться в их обшивке. Ведь именно те качества, которыми он обладает, просто необходимы для защиты в космосе, а также при посадке космических машин. Но если это действительно обшивка космического корабля, то получается, что здесь, в Сибирской тайге, разбился инопланетный космолет. И судя по тому, насколько трудно было обнаружить эти кусочки, из-за того, что они полностью заросли, авария произошла очень давно. Мы нашли вот эти два маленьких оскорочка, то есть отщипнули. Все засыпано действительно, мы не учли 50 лет, осыпь получилась, все засыпано, деревья растут большие, все там кустарники, деревья, мухи и все прочее. И вот кусочком взрываются. Не взрываются самостоятельно. Это надо, чтобы они были напичканы какой-то взрывчатым веществом. Пиротин, хлорид, и так далее, и так далее. Притом в большом количестве. Когда именно. Но дело в том, что не может произойти критической массы для взрыва. Здесь ведь должна ядерная практически масса критическая быть, чтобы взрыв произошел. На от такого столкновения несколько раз обошла бы планету и, несомненно, дошла бы до мест поселения людей, еще не потеряв своей разрушительной силы. Более того, этот удар стал бы пусковым механизмом мощнейших землетрясений по всему миру, а те, в свою очередь, спровоцировали бы цунами. Такого размера астероид, попади он на Землю, привел бы к самым ужасным последствиям, ведь он бы неизбежно повлиял на изменение климата. Только от одного камня могло бы случиться глобальное потепление или, наоборот, охлаждение. Это зависит от того, какие из стихийных бедствий он бы смог спровоцировать, то есть нужно учитывать множество условий. Ущерб от падения этого метеорита можно представить, посмотрев на то, что случилось из-за падения его сравнительно небольшого обломка. Он вызвал землетрясение в Иркутске. В этот день там было зафиксировано несколько подземных толчков силы от 2 до 4 баллов. И даже лондонская лаборатория засекла сейсмическую активность на территории всего Евразийского континента. Всего в этот день произошло около 20 локальных землетрясений. Конечно, падение этого метеорита не убило бы все живое на планете, но стихийные бедствия затронули бы половину земного шара и необратимо изменили бы климат планеты. Мы сложили эти две скорости. Скорость движения Земли в эту сторону, а Земля мы знаем летит 30 км в секунду. И скорость допустим космического объекта тоже 30 или 40 километров в секунду. Здесь получается при ближении двух космических тел скорость сложения 70 километров в секунду. Так вот если бы это произошло действительно так и полет был отсюда, что я доказываю уже много лет, то не только на южном болоте там что-то деревья повалены были, а от ванавары пух остался только. Получается, что именно этот странный аппарат, обломки которого были найдены в Сибири, спас множество жизней. Ведь когда он столкнулся с метеоритом, он не только расколол его на части, но и погасил силу удара этого камня. Но те, кто управлял этим летательным аппаратом, пожертвовали своими жизнями. Но зачем? Кому было нужно умирать ради людей? Ведь если предполагать, что инопланетяне постоянно протягивают нам руку помощи и стараются сделать так, чтобы земная цивилизация не погибла, у них должны быть мотивы для этого. Одним из основных объяснений такого поведения внеземных существ стала следующая версия. Они помогают нам, потому что мы с ними родственники. Некоторые исследователи убеждены, не было бы их, не было бы и нас. Как в древних хрониках говорится, что некто создал нас из своей плоти и крови по образу своему и подобию. Для того, чтобы мы здесь воспитались и чтобы были равными некому высшему плану. То есть земля из школы по воспитанию человеческого сознания так же, как и школа обыкновенная. Считайте, что они создали этот мир и просто как наблюдатели или контролирующая система наблюдают за нами. То есть им противодействовать мы не сможем. А вот подружиться с ними мы, конечно, сможем. Первым гипотезу о том, что жизнь на Землю была занесена из космоса, выдвинул шведский химик Сванте Арениус. В конце 19 века он заявил, земляне существуют лишь благодаря панспермии. Под этим термином понимается космическое распространение зародышей жизни. Они могут попадать на ту или иную планету вместе с метеоритами, астероидами или космической пылью. Пыль и камни, отколовшиеся от других планет, прилетают с некоторым количеством выживших микроорганизмов. И эти бактерии начинают мутировать в незнакомой среде, порождая жизнь. Затем, в процессе эволюции, они могут развиться и до разумных существ. Именно так на Земле появились люди, посчитал Арениус. И огромное количество физиков, химиков и биологов поддержали его. Астероид, метеорит, любое небесное тело могли прилетать откуда угодно и на любой континент нашей планеты. Хоть в Африку, хоть в Америку. На них, конечно, могут быть космические частички, и такие частицы вещества станут материалом, который приживется на Земле. Более того, исследователи уверены, жизнь на планете Земля появилась вовсе не благодаря стечению обстоятельств. Ее специально поместили в условия, благоприятные для развития различных организмов, чтобы получить некий новый вид существ. Видимо, люди и стали тем самым удавшимся экспериментом. Развились из чьих-то клеток, из конкретного ДНК. Выходит, мы получаем помощь от инопланетян, так как они не хотят прекращения этого эксперимента. Мы, люди, вот на планете Земля, это просто эксперимент внешних космических сил. Генетический или там полевой, или вирусный, как тут на Земле все возникло, это никто не знает. Ну, в общем, мы некий эксперимент. И вот с нами работают, естественно, экспериментальных мышек, экспериментальных там, мушек стараются сохранить, чтобы они дальше, продолжали свою функцию опытных таких существ. Согласно другой версии, популярной среди американских исследователей непознанного, инопланетяне помогают землянам только из желания сохранить все живое в принципе. В течение миллионов лет все пространство Солнечной системы находятся под внимательным наблюдением одной внеземной цивилизации, чья миссия состоит в сохранении любой жизни в космосе. Они являются своеобразной межгалактической службой спасения. Существует закон сохранения жизни как один из таких главных гуманистических законов во Вселенной. То есть, если зародилась какая-то жизнь, цивилизация, растительная может быть жизнь, некие силы разумные космические иных миров стараются сохранить зверей. Но есть и еще одна причина, как говорят другие исследователи. Дело в том, что так же, как вся наша планета является по сути одним огромным суперорганизмом, в котором взаимосвязаны все процессы, такой же большой организм наша Солнечная система. Так же можно говорить и о взаимосвязи всех объектов в галактике и во всей Вселенной. Земля, как маленькая частичка этого большого организма, просто должна оставаться живой, чтобы не нарушить всеобщего равновесия. Если человек сюда же себя неправильно ведет, его корректируют, ему не дают окончательно себя уничтожить. Стараются во всяком случае. Это не означает, что этого старания хватит. Мы действительно можем сойти с ума и какую-то ядерную кнопку все-таки нажать. В любом случае некие внеземные силы продолжают сохранять нашу жизнь. Их забота о нас длится веками. Подтверждением тому служит множество исторических фактов, упоминание о появлении неких существ в летописях, изображение странных объектов на картинах. Чаще всего их называли ангелами. И самое удивительное, ангелы появлялись каждый раз, когда должна была случиться беда. Наперемещались вдоль линии горизонта. Это ангелы именно так назвали увиденные жители Мемфиса. Такие массовые видения можно было бы отнести к религиозной истерии, но факт остается фактом. Практически все население городка после этого утра рассказывало одну и ту же историю. И это описание крайне похоже на то, как сейчас описывают неопознанные летающие объекты. Неужели эти ангелы из Мемфиса были пришельцами, которые в очередной раз пытались спасти землян? Указания на то, что эти объекты посещали землю, есть и в европейских летописях, а также в летописях Японии и Китая. И в 1716 году есть в летописях Петровских времен о том, что над Петербургом была битва двух облаков, огромных, с молниями, с градом, с кометами, вокруг. В средние века очень много рукописей сохранилось с тех пор от 12 до 18 века, если брать средние века, где упоминается появление неких объектов. в разной форме, зигзагообразные, сигарообразные, тарелки, блюдца, диски. То, что мы видим сейчас, было и в средние века. даже если человечество постоянно находится под колпаком у более разумных и более развитых существ, основной заботой которых является оказание экстренной помощи, все-таки не стоит забывать о том, что спасение утопающего дело его собственных рук. Ведь однажды, в очередной раз заигравшись с ядерным оружием, снова не уследив за очередной атомной электростанцией или разлитым нефтяным пятном, можно не успеть дождаться космической службы спасения, как бы она не спешила к нам на помощь.